Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и в сегодняшнем видео обсуждаем с вами первый прем, который вы получите в этой игре абсолютно бесплатно. Когда вы пройдете обучение и после того, как вы зарегистрируете себе аккаунт, вы получите себе абсолютно бесплатно Т6Е1 Гризли. Те ребята, которые точно так же, как и я много лет в игре, я допустим играю 9 лет и на основном аккаунте данной машины не имею, потому что в тот момент, когда данная, я бы сказал, акция для новичков вводилась, а именно возможность получения по результатам обучения вот этого према абсолютно бесплатно, у меня уже был мой основной аккаунт, ну и соответственно на него мне Гризли не начислили. Сколько я не уговаривал разработчиков, сколько я не писал в ЦПП, мне все время отказывают и говорят, что бесплатного начисления данной машины не предусмотрено. Хотя я лично считаю, что это крайне нечестно по отношению к тем игрокам, которые в игре давно. Но какая уже в конце концов вам разработчики разница, если вы все равно бесплатно эту машину раздаете всем, кто регистрируется? Ну дайте вы эту тачку тем, которая с вами уже давно, проявите хоть какое-то уважение к этим игрокам. Ну ладно, окей, не даете да и не даете, давайте будем обсуждать сам прем. Кто-то будет смеяться, но все мои честные обзоры действительно честные и они абсолютно серьезные, вне зависимости от того, на какой уровень обзор мы снимаем. Что касается углов наводки, вверх 20, вниз 10 и это действительно приятно, комфортно, удобно, вопросов нет. Что касается среднего урона, 150 единиц, я считаю, что этого мало, потому что время перезарядки целых 10 секунд. Для четвертого уровня среднего танка это очень много. Что касается ДПМа, то я бы сказал, что он приближается к уровню Плинтуса. Я вам сейчас это покажу в сравнительной таблице. Время сведения разброса даже трогать не буду, это четвертый уровень, играется нормально на дальних расстояниях. Да, надо там дольше сводиться немножко, ну и, соответственно, может немножко косануть. Но в конце концов на четвертом уровне все упирается в месиво весело, когда все просто друг на друга набрасываются и отбрасывают всем, кому куда не лень. Поэтому говорить серьезно по поводу четвертого уровня в отношении прям тактики и стратегии, ну я бы сказал, не приходится. Броня по машине, ребят, выглядит вот таким вот образом. Это огромная комбашня, я бы сказал, что не забронированная тачка. Это средний танк, ожидать от него бронирования глупо, да и тем более четвертый левел. Ну и, соответственно, сюда в эту тушу прилетает все, что угодно и, соответственно, наносит урон. Крайне редко какие-то рандомные рикошеты от башни. Что касается сравнения с другими машинами. Ну, во-первых, по поводу уровня Плинтуса в ДПМе. 913 единиц. Хуже у нас только АМХ 40. И при этом всем, что у АМХ, что у этой машины. Одинаковая альфа в 150 единиц. И у АМХ 40 просто чуть-чуть дольше время перезарядки. Именно из-за этого количество выстрелов в минуту меньше немножко. Ну и, соответственно, цифра по ДПМу. Типа у Гризли лучше. У всех остальных, я бы сказал, не типа лучше. А действительно лучше. И, как видите, допустим, у того же Тайпа-1 Чехе вообще 1326 единиц против 913. Короче говоря, Гризли абсолютно не та машина, на которой стоит с другими средними танками идти в размен по ДПМу. Ну, потому что вы просто этого натиска не выдержите. Почему я и говорю, что я не понимаю время перезарядки в, грубо говоря, 10 секунд. С таким, простите, с таким уровнем альфы. Я понимаю, 10 секунд перезаряжаться, но накидывать, допустим, там 170-180. Тогда да, тогда окей, тогда понимаю. Но когда против 10 секунд выставляется, не знаю, там та же самая цифра в 7,5 секунд времени перезарядки. И альфа всего лишь на 10 единиц меньше. То, понятное дело, кто кого сожрет в схватке лоб в лоб. Что касается маневренности всего остального, будем обсуждать непосредственно в бою. Ну, доходность 118%. Это бесплатный премиумный танк, который вам выдают для того, чтобы облегчить вашу участь в отношении заработка серебра в этой игре. Ну, дали да и дали, уже большое спасибо. Цепляться к уровню доходности не буду, хотя прицепиться, согласитесь, есть к чему. Что касается процента побед, здесь не на что особо смотреть, потому что катают данную машину исключительно новички, потом про нее забывают. Ну, и, в принципе, на этом все заканчивается. Поэтому говорить о том, что это там супер какая-то крутая тачка, ну, я бы не сказал. Да и плюс к тому, играя на четвертом уровне, после того, как вы игру себе, в принципе, установили, вы играете против ботов. Ну, и, соответственно, побеждать там, ну, труда определенного не составляет абсолютно. К сожалению, на сегодняшний день третий уровень, четвертый, уж тем более второй, допустим, уровень, они абсолютно мертвые. Реальных живых игроков там встретишь очень редко, ну, никто не хочет играть, к сожалению. В песке все, в основном, брутся на восьмой-десятый уровень, потому что там, типа, кипит жизнь. Но только вы эту жизнь там, в принципе, подогреваете своим присутствием, играли бы на четвертом уровне, соответственно, там было бы больше реальных игроков, нежели ботов. Вот такая вот машина, теперь предлагаю взять ее и поехать попокататься, покататься на ней, что ли. Ну что, поехали, друзья. С нами, между прочим, между прочим, если обратить внимание, играет несколько реальных игроков. Как отличить ботов от реальных игроков? Ну, в первую очередь, те игроки, которые у вас в списке команд указаны как состоящие в кланах, это с высокой долей вероятности, практически 99%, являются игроками реальными. Те, которые в кланах не состоят, это, в первую очередь, те ребята, которые не являются живыми, настоящими игроками. Вот такое вот отличие. Так. Я уже успел даже отхватить немножко. Не сильно, конечно, интересно и приятно. Ну, 155, считайте, 154 единицы альфы, это хорошо, вопросов нет. Но, насколько это хорошо, я вот только сейчас закончил перезаряжаться. В целом, для новичка эта машина вполне нормальная. Понятное дело, что за неимением чего-либо другого, как говорится, на безрыбье и сам раком станешь. Поэтому, жаловаться грех. В то время, когда я начинал играть в эту игру, как я уже сказал, это было 9 лет назад, тогда не раздавали бесплатно премиумные машины, и у нас не было даже такой тачки для того, чтобы зарабатывать серебро. И все серебро, которое мы должны были накосить, накопить, так сказать, для того, чтобы продвинуться наверх по веточке, по какой-нибудь, мы должны были зарабатывать на обычных проходных машинах. А они, в принципе, нифига не фармят. Да, и плюс к тому, постоянные затраты на голдовые снаряды, в случае вдруг чего, хотя и они, кстати, ребят, не всегда были за серебро. Почему их голдовыми называют? Потому что изначально в этой игре голдовые снаряды продавались именно за голду. Потом уже разработчики сжалились и дали возможность покупать голдовые снаряды за серебро. Короче говоря, ребят, я считаю, что разработчики явно не обидели тех, кто регистрируется в игре, и, соответственно, на новые аккаунты получает себе данную тачку, что, я бы сказал, существенно облегчает процесс заработка серебра, ну и, соответственно, процесс развития аккаунта, когда ты там в самом низу и еще не смог где-то насобирать голды, особенно если ты не имеешь возможности задонатить, то, соответственно, более жирный, скажем так, премтанк ты получишь, ну, прям, скажем, не скоро. Если говорить о просмотре рекламы, допустим, то все вы знаете, что за 10 дней вы собираете 500 голды, по 50 голды каждый день за 5 рекламных роликов. Это если просто саму рекламку смотреть без контейнеров. Ну и, соответственно, получается, что за месяц всего лишь полторушка. Для того, чтобы собрать на хотя бы какую-нибудь восьмерку, у вас в любом случае при таких раскладах уходит приблизительно где-то, ну, месяца 2-3, так точно. Это для того, чтобы взять хоть что-нибудь. Ну, и это что-нибудь, скорее всего, будет какой-нибудь левчик в составе жирного набора за 5,5 тысяч. Поэтому я и считаю, что Гризли это действительно интересная, прикольная машина для новичков, которая не требует от них ничего. Просто ездишь, просто стреляешь, просто накидываешь и просто зарабатываешь. Я накидал сейчас 1080 единиц урона. Это не предел для этой машины. Можно накидывать и больше. И за это все, ребят, я получаю 29800. Ну, я считаю, что он, в принципе, довольно неплохо. Но единственное, что стоит сразу отминусовать тему премиум аккаунта, потому что не исключено, что этого премиум аккаунта не будет. Точнее, скорее всего, его не будет у новичка. Ну и, соответственно, чисто ганом тогда получается 19800. Но и эту цифру я считаю на четвертом уровне. Для новичка, у которого, в принципе, скорее всего, даже пятерок еще нет. Или есть уже хотя бы одна там пятерка, но это максимальный уровень, который у него открыт. Это заработок вполне себе даже неплохой. Ну и, как вы видите, первое место в команде по урону. И обратите, кстати, внимание, что второе и третье место в нашей команде по урону занимают живые люди. То же самое касается игрока на первом месте в команде наших соперников. Вот так вот, ребят, выглядит первый ваш прем в нашей игре. И если он вам нужен, а вы еще не зарегистрированы в игре, то регистрируйтесь и, соответственно, проходите обучение и становитесь одним из нас. Становитесь почитателем, любителем и, я бы сказал, фан-игроком World of Tanks Blitz. Я побежал снимать специально для вас, а вы, если за честность, прямо сейчас подписывайтесь на канал. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствие. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»